Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Скажи только честно, рад, что снайпера хоть немного понерпили. Знаешь, капитан очевидность, я не могу сказать, что нерв удачный, но могу сказать одно. Душу греет мысль о том, что наконец-то бомбить будет вообще у всех, а не только у не-снайперов. Это, я считаю, хорошо. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и капитан очевидность. Сегодня у нас будет всеобъемлющий, глобальный, глубокий и надежный, скажем так, в целом, обзор наиболее значимых изменений на ПТС. А именно нерв снопа, состояние игры, оно плачевно, а также изменение некоторых старых карт. И начнем мы именно с нерфа, или как у нас говорят, фикса снайпера. Обратите внимание на это видео, мы с ребятами, с ютуберами решили проверить, Костян был инициатором, Костя Медиум, будет ли в новый сет штурма в руки ваншотить золотая Трувелло. Ведь у нового сета штурма увеличенная защита рук. И ребятки, нет, Трувелло, золотая, не ваншотит. Да-да, та самая Трувелло, которая на изи сносит сета. Как я понимаю, наши разработчики новые решили таким образом сбалансировать класс снайпер. Они сделали танка-штурмовика, который при попадании ему в руки будет только ложиться на жопу, и не более того. Как мы понимаем, это немного усложнит жизнь снайперов на подрыве, но проблема в том, что сделает этот класс малоинтересным на паблике. И вообще, хорош ли этот фикс? И я скажу, что в целом нет, потому что нокдаун всё равно остаётся, потому что снайпера теперь меньше получат удовольствия от игры своим классом, и потому что это не решение проблемы. То есть, если раньше горело у всего Варфейса прямо от баланса между классами, кроме этого самого снайпера, то теперь гореть будет у всех. Не, это немножко греет душу мне, как медику, я вспоминаю, когда ввели сета, мне сет совершенно не нравился, я был против него. Но, сука, как душа пела, когда снапы выписывали в чат, как их плакими, сука. Эх, хорошо было. Так что, я думаю, в ближайшее время мы сможем этим насладиться. А если учитывать, что по статистике штурмовик самый популярный класс в Варфейсе, то скоро форум игры и чат оживут. Будет о чём поговорить. Но если вот по чесноку хорошо подумать, молодцы, я бы на вашем месте, вот что я сто раз говорил, то сделал. Уберите нахрен нокдаун из игры, уберите его, чтобы ни снайперские винтовки, ни марлин, ни оглушающие гранаты не роняли на жопу. Чтобы этого положения вообще не было, это раздражает больше, чем сама имбовость снайпера. А вместо нокдауна сделайте, чтобы все эти пушки и эта граната убивала стамину в ноль. То есть, упала рядом с тобой эта граната, попала в тебя, болтовка не сваншотила. У тебя стамина в ноль и начинает восстанавливаться. То есть, ты сразу не можешь ни бежать, ни подкатиться, можешь только ходить и приседать, и всё. Конечно, кто-то заноет, а вот у меня кракен. Дорогой мой, у меня скорпион Эво есть, и он тоже сегодня не камильфо. Ничего страшного, переживёте так же, как остальные классы, то, что вы не ваншотите. И мне кажется, разработчики, это единственный нормальный выход. Убрать нахрен ваншот и убрать у всех абсолютно винтовок снайперских ваншот в ноги и всё, что ниже вообще пояса там, пиписька, вот это всё. Уберите туда ваншот, оставьте наиболее хорошим снайперкам ваншот таким топовым метовым в руки и в тело и в голову. Ну а остальным просто в тело в голову. Всё, больше ничего придумывать не надо. Но разработчикам всегда какой-то странный свой план. И, наверное, они всё-таки его курят. Потому что теперь у Варфейса, на самом деле, у снайперов теперь будет бомбить, как у всех. А у всех остальных бомбить ещё больше будет. Особенно у штурмовиков. Потому что нет ничего на свете хуже в Варфейсе, чем валяться на жопе. Это самое раздражающее положение в игре. Вот серьёзно, баги так не раздражают, как когда тебя роняют на жопу. Это всегда повод у меня был такой, знаете, честно, не был бы ютубером. Я бы, наверное, давно уже при очередном падении на жопу, я бы просто нажал бы Alt F4, открыл игровой центр и удалил бы Варфейс. А потом и игровой центр. Игре десятый год идёт. У людей тонны нервных клеток, убитые за нокдауна. Разработчики вводят новую броню, которая увеличит количество этих нокдаунов. Гениально, сука. Ладно, давай тогда поговорим о новых картах. Да, давай к позитиву переходить. Итак, новые карты. У нас, ребятки, новый ангарчик. Новая скота авиабаза. Новый у нас док. Док вообще шедеврален. Скажу честно, вот док мне понравился. Мне не ангар как бы, ну чё там этот ангар, авиабазу никогда не любил. Док. Муа, персик. Величайшая, одна из лучших карт в Варфейсе на командном бою расцвела. Стала близка сердцу. Вы знаете, наши старые разработчики, скажем честно, разбирались в некоторых, может, каких-то киберспортивных направлениях. Они делали светлые карты, чтобы персонажи хорошо выделялись, но при всём при этом, вот этот смак истинного изначального Варфейса, он был утрачен. Чём не откажешь Алодусом, так это в красоте. И вот новый ангар, новый док и новая авиабаза, они прекрасно были сделаны Алодусами. Однако, как мы понимаем, наши старые разработчики не просто так всё делали светлым, таким однотонным. В этом был глубокий смысл. Как я уже говорил, хорошо выделяются персонажи. И вот новый ангар это хорошо демонстрирует на практике. В некоторых углах, где активно играют тени, где какие-то тёмные текстуры стены, персонажи сливаются. И из-за этого получаются глупые смерти, когда ты противника просто не заметил. Наиболее удачным вышел именно док. Эта карта великолепна, красива, при этом достаточно светла и при этом реально обновлена. Такие краски, сука, детали. И супер, просто шедевр. Вот если все карты в Варфейсе будут как док, будет заебок. Кутагин, давно хотел спросить. Один есть вопрос, как ты говоришь, мирового масштаба. Ответь, у Варфейса вообще есть будущее? Это провокационный вопрос, я на него не буду отвечать. Да ладно, ребят. Ну все и так прекрасно знают. Да.